Министерство труда России второй раз в этом году зафиксировало естественный прирост населения. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, в июле естественный прирост населения составил 26 тысяч человек. За 7 месяцев этого года в России появились на свет более миллиона малышей. Рост числа родившихся отмечен в 26 регионах. Наибольший рост более 5% зафиксирован в Ненецком автономном округе, Калужской, Московской, Тульской областях и Севастополе, отметил министр. На еженедельном совещании при губернаторе, исполняющий обязанности главного врача Ненецкой окружной больницы Сергей Гмызин подтвердил информацию. У нас родилось детей больше, чем в предыдущем месяце. Количество их составило 64 малыша. Это хорошо. А в июле сколько было? Обычно 50-55 в месяц. Ненецкий округ также вошел в список регионов со снижением числа умерших. В республике Тыва, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Московской области, Чукотском и Ненецком автономном округах смертность сократилась на 2%. Ненецкий округ стал лидером не только порождаемости, но и занял первое место по созданию резервов для борьбы с чрезвычайными ситуациями в Северо-Западном федеральном округе. Об этом на еженедельном оперативном совещании при губернаторе доложил председатель комитета гражданской обороны Сергей Боенко. Обсудили и другие не менее важные вопросы. Подробности в следующем материале. В комитете гражданской обороны Ненецкого округа такой быстрый рост показателя связывает со слаженной работой органов власти субъекта. Высоких результатов в регионе достигли всего за полгода. В результате, на основании данных бюллетеня МЧС России, за полгода позиции округа по созданию резервов на душу населения укрепились с 80 последних мест до первого места в Северо-Западном федеральном округе и по Российской Федерации до третьего места по финансовым резервам и четвертого по материальному резервам. Об итогах кампании по оздоровлению детей, а также о трудоустройстве подростков на время летних каникул доложила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нина Эльсимяшкина. По результатам на конец августа отдохнуло 3 360 человек. До конца года также будет продолжено оздоровление в санаторно-курортных учреждениях. Летом была организована работа детей. На работу было трудоустроено 390 подростков. Зарплата несовершеннолетних работников составила около 6 тысяч рублей. С учетом компенсации северного коэффициента и материальной поддержки от центра занятости ребята получили порядка 14 тысяч рублей за каждый месяц работы. Затронули на оперативном совещании тему малого бизнеса. Количество заявок, поступивших на конкурсы, грантов и субсидий в Комитет инвестиций и развития предпринимательства превышает возможности регионального бюджета. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в округе Валерий Чупров. По сведениям комитета подано 39 заявок, однако лимиты, которые имеются, они в лучшем случае позволят удовлетворить на одну треть. В свою очередь глава региона подчеркнул, что господдержку должен получать бизнес, направленный на решение проблем жителей региона. Также на планёрке рассказала о текущей работе предприятия генеральный директор акционерного общества мясопродукты Тамара Критская. По её словам, положение дел на предприятие постепенно улучшается. Благодаря сотрудничеству с кредиторами мясопродукты закупили 100 тонн мяса. В ближайших планах закупка ещё 70 тонн. Также мясокомбинат планирует увеличить ассортимент. Для этого предприятие закупит в лизинг пельменный аппарат. Летний период заканчивается, мы уже почувствовали, увеличился товарооборот по магазинам. Заключаем договора с детскими учреждениями. Убойные пункты готовы. Коткина, Харивер сдали, пёша готова. В НИСИ только немного недоработок, но сейчас там договор заключаем. Холодильник, склад готов, только там автоматика немножко не срабатывает. Ну, в принципе, то, что мы наметили, делаем. Готовится к новому сезону и Ненецкая агропромышленная компания. В планах сельхозпроизводителей увеличение поголовья крупного рогатого скота в первую очередь в Оксинском подразделении. В настоящее время в селе завершилась реконструкция молочного цеха. Запуск производства зависит от установки нового оборудования. После его установки в селе появится масло и творог местного производства. Анастасия Саботович, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Энергетики под запретом. 1 сентября вступили в силу поправки в закон об упорядочении оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции. Обновленный документ запретил продажу слабоалкогольных энергетических напитков в округе. Поправки в закон приняты депутатами 3 июля и подписаны губернатором 13 июля. По данным Роспотребнадзора, при допустимом уровне кофеи на 150 мг в сутки в энергетических напитках обнаруживается от 150 до 320. С учетом возможного потребления более одной упаковки в день энергетические напитки могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Подобные ограничения действуют уже в трети российских регионов. Администрация округа также получила право устанавливать без согласования с собранием депутатов новые ограничения условий розничной продажи алкоголя. В том числе по времени, условиям и местам реализации продукции. Возможен и полный запрет на продажу, который устанавливается постановлением администрации Ненецкого автономного округа. Новые кадры пришли в окружные школы. Здоровье в законе. В Ненецком округе запретили продажу энергетиков. В Санкт-Петербурге оценят туристический потенциал Ненецкого округа. Регион стал финалистом второго этапа национальной премии Russian Event Awards. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу улица Ленина, дом 25А. Телефон 2-17-17. «Север-ФМ» – это первое собственное радио Ненецкого автономного округа. Слушай теплое радио «Севера». «Север-ФМ» – уже в 16 населенных пунктах региона на частоте 102,0. «Север-ФМ» – включай онлайн на trksever.ru, а также в мобильном приложении «Слушай свое радио». «Север-ФМ» – с нами теплее. Это онлайн-вещание в сети интернет на весь мир. Это оперативные и достоверные новости о жизни округа. Это музыка для отличного настроения. Мы согреем ваши сердца, где бы вы ни были – дома, на работе, в автомобиле. «Север-ФМ» – это теплое радио «Севера». 24 молодых преподавателя пополнили педагогическое сообщество округа. Сразу семь молодых учителей вошли в педколлектив школы номер 4. Новые специалисты будут работать в первой искательской школах в региональном центре развития образования. Еще восемь педагогов отправились укреплять педколлективы сельских школ – Тельвиску, Харивер, Великовисочное, Андик и Усть-Кару. Большая часть педагогов-новобранцев получили среднее профессиональное образование. Теме пускников закончили высшее учебное заведение. По данным Департамента образования, культуры и спорта, по состоянию на август текущего года в регионе открыто еще 9 педагогических вакансий. В сельские школы требуются учителя математики, информатики и русского языка. Образовательные учреждения города принимают учителя географии, физкультуры и биологии. Всем молодым специалистам в округе оказываются дополнительные меры социальной поддержки. Из окружного бюджета молодые педагоги могут рассчитывать на подъемные, надбавку к стажевым, компенсацию платы за наим жилья. Надбавка к стажевым у всех молодых специалистов составляет 30%, для выпускников-отличников – 40%. За наим жилого помещения семьи из двух человек округ сможет компенсировать до 15 тысяч рублей, для семьи из трех и более человек выделяется до 20 тысяч. Единовременная выплата подъемных носит заявительный характер и составляет 300 тысяч рублей для выпускников СУЗов и 500 тысяч для выпускников с высшим образованием. Кроме того, учителя сельских школ могут рассчитывать на компенсацию оплаты коммунальных платежей. Более тысячи детей в 13 школах округа будут изучать ненецкий язык. Для более качественного обучения выпущены новые учебные и методические пособия. О новых образовательных стандартах в материале Любови Пермяковой. В прошлом учебном году ненецкий язык как предмет изучался факультативно в школах поселка Красное, селах Несиома, а в 10 учебных заведениях как обязательный предмет. В связи с введением нового государственного образовательного стандарта начального общего образования, здесь ненецкий язык входит в часть филологии, обязательный как учебный предмет, скажем так, как учебный предмет, и входит в образовательную область филологии. Старейшее учебное заведение, в котором с 92-го года преподают ненецкий язык школа-интерната имени Перерко. Огромный опыт педагогов позволил легко перейти на новые стандарты. Раньше всегда было 5, 6, 7, 8, 9 классы, было по 2 часа, а теперь у нас идут по новым программам, 5 и 6 классы идут по 3 часа. У нас сделаны заявки, и, естественно, у нас поступят новые пособия. А так в нашей школе у меня в кабинете полностью есть то, что надо для работы, вот чтобы на компьютере работать, интерактивная доска у меня есть. Для работы можно сказать, что мы все есть. Как говорится, смелым у доски постоянно стоять не можем. Детям уже надо новые подходы. Чтобы заинтересовать ребят, разрабатываются эффективные методические пособия, приобретаются новейшие технические средства в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и нефтяными компаниями. Процесс оснащения языковых кабинетов завершится к концу календарного года. Пять проектов Ненецкого округа, заявленные для участия в национальной премии Russian Event Awards, по итогам заочной оценки прошли в финал регионального этапа Северо-Западного федерального округа. Пять проектов в области событийного туризма, День защиты холода, Тименхат-Мерита, Лыжный переход, Снежные призраки, Форум дружбы, Ворота в Арктику, Аргиш надежды поборются в финальном этапе среди регионов Северо-Запада. Он пройдет с 8 по 9 сентября в Санкт-Петербурге. Да, там, скорее всего, была лобальная система, там были очень жесткие условия по представлению презентаций. Мы постарались все эти условия соблюсти и достойно представить наше мероприятие. Лауреаты региональных конкурсов примут участие в финале, который пройдет в октябре в столице Татарстана, городе Казань. Четыре дня в столице региона будет звучать классическая музыка. Великие маэстро на сцене на Рейнмара. Город в ожидании второго фестиваля Дни высокой музыки в Арктике. Осень. Она не спросит. Осень вам даст пакет. Ну а пакет такой, что ты ей не скажешь нет. Лучшая осень на севере от Ненинской телерадиовещательной компании. Два пакета самых выгодных рекламных предложений нового сезона. Заказ на минимальную сумму от 15 тысяч рублей. Для максимального проката рекламы на телеканале «Север». Радио на Рейнмар-ФМ. Размещение баннера на сайте телеканала с переходом на сайт рекламодателя. Для постоянных клиентов супер-предложения. Подробности по телефону 2-17-17. Каждый день на телеканале «Север» мои коллеги оперативно и достоверно сообщают главные новости региона. Будьте в курсе последних событий. Оставайтесь на «Севере». Смотрите телеканал «Север» в пакете НТВ+. Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru Нарейнмар готовится с размахом отметить юбилей. В этом году окружной столице исполнилось 80. Официальная дата преобразования рабочего поселка в город Нарейнмар – 10 марта. Но по традиции главные торжества проходят в первую субботу сентября. История нашего города началась еще в 1930 году. Выбор места для строительства нового поселка Белощелья в Низовьях Печоры был не случайным. Именно здесь находился морской и речной порт, а также и лесопильный завод. 10 марта 1931 года Ненецкий акрисполком вынес на обсуждение вопрос о переименовании Белощелья. В 1931 году новый населенный пункт получил название Рейнмар. То есть Красный город. Первоначально было несколько версий, как назвать новый населенный пункт. Это Едемарт, то есть новый город Ненецк. Но наиболее богозвучный, наверное, в числе все-таки город Рейнмар. Именно это название получил первоначально. Это был рабочий поселок в лесопильном заводе номер 51. В связи с увеличением населения и ростом культурных и промышленных предприятий, 10 марта 1935 года постановлением ЦИК рабочий поселок приобрел статус города. Традиционно весной проходят официальные мероприятия – чествование почетных жителей. Торжественные массовые гуляния переносятся на первые выходные сентября. В это время на улице еще сравнительно тепло, да и большинство жителей Заполярной столицы уже вернулись в родной город. В этом году массовое гуляние пройдет 5 сентября. Несмотря на то, что все участники коллективов самодеятельности художественной после отпусков летних, после каникул, все готовы подарить большой праздник нашему городу Рейнмару. Весь день 5 сентября на площади Маратсе будут проходить праздничные мероприятия. Организованы будут детские игровые площадки. Дом детского творчества готовит очень много игровых программ. Поэтому ждем всех горожан, всех жителей нашего города Рейнмара, всех гостей на праздничные мероприятия. Организаторы праздника обещают – скучно не будет. С 12 до 22 часов около площади Маратсе пройдет широкая Красногорская ярмарка, на которой будет вестись продажа товаров, сельхозпроизводителей, кооператоров и частных предпринимателей города и округа. С 13 часов на площади стартует детский праздник. В это же время все желающие смогут принять участие в спортивно-игровой программе. С 14 до 17 часов жители и гостей города ждут на народное гуляние. Душой и сердцем молот наш славный город, в котором примут участие артисты творческих коллективов города Тельвиски и Оксина. В 6 часов вечера на стадионе детско-юношеского центра «Лидер» пройдет матч на суперкубок региона по футболу между чемпионом региона «Спартак» и командой-обладателем Кубка округа искателей. В 19 часов в концертном зале культурно-делового центра «Арктика» состоится концерт «Молодые таланты России». В рамках фестиваля «Дни высокой музыки в Арктике» для гостей праздника выступит ансамбль из Екатеринбурга. Красочным завершением праздничного вечера станет эстрадный концерт на главной площади региона. Алена Валей, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Произведения великих музыкантов прозвучат в столице Неницкого округа. С 4 по 7 сентября в Наринмаре пройдет второй фестиваль «Дни высокой музыки в Арктике». Свой уникальный проект «Пять великих скрипок» на сцене культурно-делового центра «Арктика» представит заслуженный артист России Дмитрий Коган. Откроет фестиваль 4 сентября программа «Опера и оперетта. Золотые страницы». Для гостей праздника выступят солисты Московского театра «Оперетты», заслуженная артистка России Светлана Кореницкая и лауреаты международных конкурсов Леонид Бахталин и Александр Водопьянов. На следующий день пройдет концерт «Молодые таланты России» в программе выступления гостей из Екатеринбурга. 6 сентября закрытие фестиваля. На сцене КДЦ будет представлен уникальный культурный проект «Пять великих скрипок». В исполнении камерного оркестра Московской камераты прозвучат произведения всемирно известных композиторов. Солист программы – заслуженный артист России Дмитрий Коган. Выставка у нас откроется 7 сентября на втором этаже зала в фойе КДЦ, где будут представлены вот эти пять уникальных инструментов, пять скрипок. Также в рамках фестиваля для преподавателей и учеников музыкальных школ пройдут мастер-классы. Их проведет директор Уральского музыкального колледжа. 2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. В этот день на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств подписан акт о капитуляции Японии. Этой теме посвятили встречу молодежи в Центре патриотического воспитания. Война Советского Союза с Японией началась 8 августа 1945 года, а уже 2 сентября был подписан акт о капитуляции. Боевые действия на Востоке считаются самыми короткими. Однако наступления Квантунской армии начались еще в конце 30-х годов прошлого века. А к 45-му под властью милитаристской Японии находились уже почти все страны Азии. В их освобождении принимали участие Великобритания, Китай, США и СССР. Войска Красной армии, в свою очередь, в срочном порядке перебрасывались на Восток. Через всю страну потянулись эшелоны с техникой и солдатами. Среди них были и наши земляки. Этой темой участия наших земляков в военных действиях активно занимается краевед Юрий Викторович Канев. В его книге «Оленная армия» названо 14 участников боев на Дальнем Востоке. И хочу отметить, что среди этих 14 есть мой родственник, брат моей бабушки Василий Петрович Хабаров. Путь 31-го отдельного дивизиона, в который входили и жители нашего региона, был слишком долг. И они прибыли к восточной границе СССР уже почти к завершению активных боевых действий. Но все они были награждены медалью за победу над Японией. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября. На следующий день указом Президиума Верховного Совета учрежден праздник День Победы над Японией. Сегодня это День воинской славы. Всероссийский волонтёрский проект «Волонтёры 70» решил организовать День единых действий. И сегодня по всей стране пройдут просмотр документального фильма, который расскажет об этой дате, очень важном для всего мира. В Наринмаре узнать подробнее о последних днях Второй мировой войны, её героях и победителях смогли члены патриотических клубов и участники туристических слётов. В региональном центре молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи прошёл просмотр фильма и встреча с кандидатом исторических наук Мариной Калавангиной.